Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалтири и мы будем читать сегодня 26-й псалом. Он имеет надписание в септуагинте в славянском и в вульгате на латыни блаженного иеронима «Псалом Давида прежде помазания». Вот этого уточнения «прежде помазания» нет в еврейском тексте, но есть в вульгате, в септуагинте и в славянском. Что может иметься в виду? Вслед за блаженным Феодоритом и святителем Кириллом Александрийским экзегеты настаивают на том, что здесь, разумеется, в виду второе помазание Давида на царство, которое было в Хевроне по смерти Саула. То есть события, которые в этом псалме описываются, они были вот прежде второго помазания. То есть, скорее всего, имеется в виду, что после первого помазания, которое не имело широкой огласки, но до второго помазания. В этот период своей жизни Давид подвергается гонению со стороны царя Саула, его преследуют, и даже близкие его, домашние его, они стараются с ним не общаться. И вот эти мотивы, они тоже отражены в этом псалме. И мы читаем с первого стиха и ниже. «Господь просвещение мое, и спаситель мой, кого убоюся, Господь защитник жизни моей, кого устрашуся». То есть этими словами он как бы изъявляет свою надежду на Господа, который просвещает его, на Спасителя, который оберегает и защищает его. Но здесь очень важный момент такой есть, когда он говорит «Господь защитник жизни моей, кого устрашуся». Он здесь говорит о том, что страх Божий должен изгонять любой другой страх. Если я уплываю на Бога, почему я должен бояться людей? Если Господь защитник жизни моей, кого я устрашуся? Эту тему очень интересно раскрывает святитель Василий Великий, который предлагает такое рассуждение. Тот, кто Бога боится, тот никого не боится. А тот, кто людей боится, тот Бога не боится. Действительно, страх Божий исключает любой другой страх. И упование на Бога делает человека бесстрашным. Поэтому Давид и восклицает «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого боюсь? Господь защитник жизни моей, кого устрашусь?» И далее. «Когда приближались ко мне злодеи, оскорбители мои и враги мои, чтобы есть плоть мою, то сами они изнемогали и пали». Ну, не надо буквально понимать, что они приближались, чтобы съесть плоть его. А может быть, здесь такая аллюзия с дикими зверями. Ведь долгое время Давид был пастухом, и он сражался со львом, он сражался с волками, с барцами. А теперь вот эти люди, как звери, приступали к Давиду, чтобы пожрать его плоть, а вот они с не меньшей агрессией, такой звериной агрессией, нападают на него. И третий стих. «Если выстроится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня брань, на него я уповаю». Вот этими словами Давид научает нас не трепетать даже перед целым полком, восстающим против нас, потому что тот, кто с нами, сильнее того, кто в мире. Дьявол действительно выступает против нас с полками бесов, демонов. И едва ли кто-то из нас мог бы сразиться один на один с каким-нибудь мелким бесом. Но когда Господь посылает нам свою помощь, благодать, вот эти нетварные божественные энергии, которые помогают нам преодолевать греховные склонности, участвуют в домостроительстве нашего спасения. «Одного просил я у Господа, и сего только буду искать». О чем же он просит? Одного, исключительного. И мы читаем далее. «Чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать мне красоту Господню и посещать святой храм его». Ну, надо сказать, что эта мечта Давида, она все-таки не исполнилась, вот в таком земном понимании. А в небесном, конечно, она исполнилась, потому что он сподобился войти в Царствие Небесное, когда Господь вывел из ада ветхозаветных праведников. А здесь он высказывает свое пожелание, как он говорит, что это исключительное пожелание. «Одного просил я у Господа, то есть вот это я просил прежде всего». Вот такой смысл в этом слове одного. В каком смысле? Разве у него не было других прошений? Конечно, были. Но вот это самое главное. «Чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать мне красоту Господню и посещать святой храм его». Мы посмотрим, как это будет в дословном переводе с еврейского. «Одного просил я у Господа, такого ищу пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать приязнь Господню и посещать его чертоги». Здесь мы видим, что это моление связано с ожиданием будущих благ в небесной жизни. И слово «храм», который в единственном числе в Саптуагенте, и посещать святой храм его, мы видим, что дословный перевод с еврейского свидетельствует о некой двойственности. «Посещать его чертоги». Здесь множественное число. Может быть, это указание на то, что в этой жизни он мечтает построить храм, но он знает, что в доме Отца Небесного много обителей, есть чертоги Божии не только в этом мире, но, конечно, и в небесном царстве Божьем. В понимании древних евреев есть как бы семь небес. Эту точку зрения подтверждает апостол Павел, который говорит, что он был восхищен до третьего неба. И каждый из этих небес – это некие такие чертоги. И далее. «Ибо он сокрыл меня в скиний своей в день бедствий моих, сохранил меня в тайном месте скиний своей, на скалу вознес меня». Василий Великий, Феодорит Кирский, Кирилл Александрийский и Зигабен понимают это так. Иносказательно, Давид означает многократное попечение Господа, его спасение, избавление от врагов, как бы скиния перемещается вместе с ним. Та, которая стоит в походном шалаше, точнее, это не шалаш, это шатер. Но когда он говорит, «Ибо он сокрыл меня в скиний своей в день бедствий моих», то есть он как бы переместил свою милость и благодать из скиний в то место, где я скрывался, и это место для меня стало скиний. Это удивительные такие рассуждения, потому что мы не видим в Библии, чтобы он прятался действительно в скинии завета. Такого мы не находим ни в книге «Паральпоминон», в первой, второй, мы этого не находим и в книгах царей. Поэтому он как бы верит в то, что та же благодать, которая в скинии, она объемлет его всякий раз, когда Бог спасает его от врагов. «Услышь, Господи, голос мой, которым я взывал, помилуй меня и услышь меня». Что значит «Голос мой услышь, которым я взывал?» Почему именно «взывал», а не «взываю»? Мы посмотрим, как это будет дословно с еврейского. «Услышь, Господи, голос мой, я взываю». Здесь как раз настоящее время. «И милость мне окажи и ответь мне». То есть сегодня, сейчас. Почему же составители септуагенты переводят как бы в прошедшем времени? Скорее всего, здесь имеется в виду то, что как прежде Господь слышал мои молитвы, как бы говорит Давид, так и сейчас. «Услышь, Господи, голос мой, которым я взывал, то есть ранее, помилуй меня и услышь меня, то есть теперь». И далее мы читаем. «Тебе сказало сердце мое». То есть он собеседует с Богом своим сердцем. И он говорит. «Тебе сказало сердце мое, Господа взыщу, тебя искало лице мое, лица твоего, Господи взыщу». То есть и сердце его, и лице его, все было обращено к Богу. Дословный перевод будет. «О тебе говорит мое сердце, ищите лицо мое, а твое лицо, Господи, я ищу». Действительно, духовный человек все время ищет лица Божие. В каком смысле? Имеется в виду, он пытается распознать действия Бога вот в этой окружающей реальности. Он хочет понять, почему Господь посылает ему какие-то трудности. Поэтому, когда он говорит, что он вот в таком поиске пребывает, «Тебя искало лице мое». То есть, что значит «лице мое тебя искало?» А когда человек что-то ищет, лицо его двигается. То есть, процесс поиска здесь передается. Если лицо поднимается вверх, он ищет наверху. Вниз он ищет внизу. То есть, он как бы говорит здесь, в каждом случае, куда бы ни поворачивали меня сложные обстоятельства жизни, я все-таки лицом всегда обращался к тебе. Господи, взыщу, восклицает он, то есть, буду искать тебя, и далее не отврати лица твоего от меня, то есть, а ты с своей стороны взирай на меня, не отврати лица твоего от меня, и не уклонись во гневе от раба твоего, будь мне помощником, не отринь меня, и не оставь меня, Боже, спаситель мой. Итак, он просит, чтобы Господь не отринул его, чтобы Господь оставался бы его защитником и его спасителем. Но почему вот эта просьба не отринь? Потому что Давид понимает, что он человек, у него есть какие-то поступки, которые Бог может не одобрять. Поэтому он, как бы, с одной стороны, декларативно заявляет, не оставь меня, Боже, спаситель мой, ты помогал мне, Господи, и помогай мне, Господи, как бы говорит, но в то же время не отринь. Вот здесь мы видим, как бы, его смирение, он понимает, что Господь может и поменять отношение к нему. И то, что Бог раньше хорошо, как бы, относился к нему, это не значит, что так будет всегда, потому что жизнь человека может поменяться в худшую сторону, и тогда Господь иначе будет смотреть на человека. Конечно, это все глубоко так, как бы, человеческим языком, антропоморфно излагается. Бог не меняет отношение к человеку. На самом деле, человек своими деяниями может приближаться к Богу, а может удаляться от Него. Может созерцать лик Божий, а может видеть его сокрытым от себя. Это все, как бы, связано с человеком, с его деяниями. И он хочет, чтобы деяния были правильные. Поэтому он возглашает далее. «Руководи меня, Господи, в пути Твоем и наставь меня на стезю прямую ради врагов моих». Вот это уточнение ради врагов моих, а если нет врагов, что же нам не надо тогда идти стезю прямую? Конечно, нет. Имеется в виду то, что враги могут пользоваться нашими недостатками. Враги могут одерживать победу над нами, прежде всего демоны и бесы, как раз отталкиваясь от тех опрометчивых поступков, которые мы совершаем. «Не предай меня на волю притеснителей моих, ибо восстали на меня свидетели неправедные, и солгала неправда себе самой». Посмотрим, как это будет звучать в Масоре, 11-12 стих. «Укажи мне, Господи, Твой путь и веди меня по дороге равнинной из-за меня озирающих», то есть из-за тех, которые следят за мной. «Не отдай меня на произвол моим теснителям», ну, в христианском прочтении это бесы и демоны, «ибо встали против меня лжесвидетели», дьявол и бесы, они всегда обвиняют перед Богом праведных, об этом мы видим в книге Иова, «и кто кривдою дышал». «То есть восстали против меня лжесвидетели и кто, то есть и те, которые кривдою дышат». То есть они как бы клевещут на народ Божий перед Богом и пытаются всячески нас сбить с правильного пути. «Не предай меня на волю притеснителей моих, ибо восстали на меня свидетели неправедные, и солгала неправда себе самой». То есть ложь, она является ложью в том смысле, что тот, кто лжет, эта ложь, она возвращается к нему. И окончание этого псалма «Верю, что увижу благо Господне на земле живых». «Земля живых» — это как бы мир иной, то, что связывается с представлениями о рае небесном. «Уповай на Господа», здесь как бы он подводит итог этого псалма, «мужайся, и докрепится сердце твое, и уповай на Господа». Он как бы собеседует уже не только с Богом, но со своей собственной душою, и как бы отдает приказ своей душе. «Уповай на Господа, мужжайся, и докрепится сердце твое, и уповай на Господа». Кстати, вот эти слова, они читаются в чине освящения оружия. Есть такой православный чин освящения оружия, и там как раз, когда освященное оружие передается, произносятся вот эти слова «мужжайся», и «докрепится сердце твое». Итак, сегодня мы окончили чтение 26-го псалма, и в следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать 27-й псалм царя Давида, «Помяне Господи царя Давида и всю кротость его». Субтитры создавал DimaTorzok